нашего вебинара. Прошу поставить плюсик, если меня хорошо видно, слышно в чат. Вот, отлично. Что ж, тогда начнем. Еще раз приветствую всех участников вебинара для партнеров. Это уже второй наш вебинар. На первом вебинаре мы затронули в основном тему привлечения клиентов, наращивания клиентской базы, источники трафика, как с ним работать, какие каналы есть, вопросы конверсии и так далее. Его вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. На этом вебинаре, на сегодняшнем, я хочу посвятить тему тому, как работать с уже имеющейся базой клиентов, как максимизировать свою прибыль, как диверсифицировать источники дохода, какие есть методы, которые реально работают на практике. Я могу сказать, что я не один год работаю уже с клиентами и партнерами Forex индустрии и знаю, в частности, со стороны клиента, что вызывает у них больше интерес. Поэтому весь сегодняшний вебинар будет построен только на практических знаниях, которые получены за несколько лет работы, так скажем. Итак, тема сегодняшнего вебинара «Продукты А-Маркетс для всех категорий клиентов». То есть, как максимизировать и диверсифицировать свою прибыль. Начнем. Здесь приведен план вебинара. Мы разберем 4 категории клиентов. Я их выделил именно в таком порядке, потому что по практике именно эти категории клиентов именно в таком порядке приносят максимальную прибыль своим партнерам. То есть, на первом месте алгоритмические трейдеры, потом самостоятельные трейдеры, на третьем месте – PAM-инвесторы, на четвертом – начинающие трейдеры. То есть, основной акцент, конечно, надо делать на алгоритмических трейдерах и на самостоятельных трейдерах. В конце вебинара, как и на прошлом, мы рассмотрим несколько примеров заработка наших партнеров за последний месяц, за март. Будет три примера. Итак, начнем с алгоритмических трейдеров. Как работать с этой категорией клиентов? В основном, точнее, во-первых, я бы хотел дать идею того, что алгоритмический трейдинг, его можно преподносить как альтернативу PAM-счету. Ни для кого не секрет, что в последнее время довольно много брокеров, предлагающих в основном PAM-сервис, потерпели, мягко скажем, несколько неудач. Поэтому внимание и доверие к этому сервису сейчас может быть подорвано у большого пласта клиентов. Поэтому эти же клиенты не хотят разбираться в рынке, они не хотят анализировать его, заниматься money management, проводить много времени за компьютером и так далее. Что им можно предложить? Во-первых, им можно предложить алгоритмический трейдинг, то есть трейдинг с помощью роботов. Поэтому многие PAM-площадки, в частности в блоге частных инвесторов, сейчас также переходят на замену PAM-счетов торговыми роботами. Тем более, что бесплатные советники есть на нашем сайте. Мы периодически обновляем их список, добавляем новых советников, туда же добавляем результаты тестирования, рекомендуемый депозит для этого, сроки тестирования. Это есть в личном кабинете и на нашем сайте в разделе «Лаборатория». Также у нас есть собственная разработка, это робот по Кайману. Кайман – это индекс настроений, но об этом мы поговорим чуть позже. Это собственная разработка компании «Амаркетс». Робот, торгующий при открывающей сделке, при перепродности и при перекупленности того или иного инструмента. Некоторые мои партнеры начали тестировать торговых советников на демо-счетах, либо на центовых счетах, и выставляют эту статистику на своих сайтах через сервис MyFxBook, например, и тем самым показывают, что за счет этого можно зарабатывать. Если вы захотите тестировать наших роботов таким же способом, мы можем вам продлить действие демо-счета. Как правило, он длится, ну не как правило, а по настройкам он длится 40 дней. Мы вам можем сделать его бессрочным, чтобы вы могли тестировать роботов на нем. Либо вы можете открыть центовый счет, фокусировать на нем роботов. Что немаловажно при работе с алгоритмическими трейдерами. В основном они обращают внимание, конечно же, на скорость исполнения сделок, потому что очень многие роботы совершают большое количество сделок даже на 3 одних суток. Потому что они, многие роботы, работают по системе Мартингейла, которая совершает много сделок на движении внутри дня даже. Поэтому скорость исполнения сделок – это ключевой параметр для клиентов, торгующих роботами. Среднее время исполнения сделок в А-маркет с нашим методом Trader 4 – это 3 десятых секунды. Недавно мы перенесли наш сервер, добавили новый сервер в Европу, что позволило некоторые сделки проводить меньше, чем даже за 1 десятых секунды. Вы можете это потестировать, опять же, посмотрев в поле «Журнал» вашего торгового счета, разницу между тем, когда вы отправляли запрос на открытие сделки, и временем, когда ее реально исполнило. Я уверен, что это будет до 0,4 секунды или в районе этого. Что еще немаловажно для алгоритмических трейдеров? Это плавающие, это несколько типов счетов. То есть в нашей компании их 4. Это тип счета с фиксированным спредом, с плавающим спредом, тип счета с выводом на межбанковскую ликвидность первого уровня, тип счета NDD Pro и тип счета Robotics. То есть название говорит само за себя, это центовый счет, который предназначен для тестирования своих советников. Практика показывает, что работа с помощью роботов на Форексе более успешна. То есть так как робот берет на себя большую часть математических вычислений, манименеджмента и исследований настройкам, которые задал трейдер, и исключает из себя немаловажную эмоциональную составляющую трейдинга, то успешность клиентов повышается. А чем успешнее клиент, тем больше сделок он совершает, тем больше объем, тем больше прибыль партнера. Немаловажно также то, что с помощью роботов часто торгуют через систему VPS. То есть это веб-сервер, на который загружается MT4, туда загружается робот, и робот там торгует 24 часа в сутки, независимо от того, включен у клиента в это время компьютер или выключен. Что тоже увеличивает количество сделок, количество объема совершенных сделок, что опять же положительно влияет на прибыль партнера, потому что он зависит от количества совершенных лотов. Именно поэтому я поставил алгоритмических трейдеров на первое место, потому что у них максимальный торговый объем. Также компания Forex предлагает в апреле 20% бонус на пополнение. Этот бонус, который участвует в просадке, это торговый бонус, который помогает клиентам пересидеть убытки, так скажем. Потому что, опять же, многие роботы работают по системе Мартин Гейла, которая подразумевает пересиживание просадок. То есть данным бонусом вы, как партнеры, сможете привлекать к себе клиентов в партнерскую сеть компании Амаркетс как дополнительное преимущество, так скажем. Немаловажным фактором является партнерский ребейт. И немногие партнеры, на самом деле, по моей практике о нем знают, что в нашей компании он есть, поэтому я сделал на нем акцент. Это возможность возвращать часть спреда своему клиенту внутри нашей компании. Выплаты эти происходят ежедневно. Вы можете в личном кабинете партнера в разделе «Инструменты» найти закладку «Партнерский ребейт» и установить либо всем клиентам определенную ставку, либо всем одинаковую ставку, либо каждому клиенту свою ставку от вознаграждения, которое вы с него получите. И эту часть вознаграждения вы ежедневно будете ему автоматически отдавать на торговый счет, на котором он торгует. В чем здесь плюс? То есть вы можете подумать, что зачем мне отдавать часть своего вознаграждения ему. Во-первых, мы даем очень привлекательные ставки партнерского вознаграждения. Это на начальном даже этапе, это около 6-8 долларов слота по евро-долларам в зависимости от типа счета. А во-вторых, та сумма, которую вы отдадите своему клиенту на торговый счет, он опять же ее использует в торговле. То есть опять же он на нее генерирует вам торговый оборот, с которого вы опять же получаете вознаграждение. Соответственно, постоянно вот эта мотивация клиента к торговле, потому что чем больше лот он совершит, тем больше он получит на следующий день вознаграждения себе, возврат спреда внутри компании Forex, тем больше ваш заработок. Это логично. То есть вы делитесь частью прибыли с клиентом, он на нее торгует, и вы получаете опять же вознаграждение с торговлей на уже партнерское вознаграждение. Мы рассмотрим на скриншоте этот пример, как наши партнеры из Азии мотивируют своих клиентов и получают этот результат. Процентовые счета для тестирования советника я уже сказал. Этот тип счета называется Robotics. И в ближайшей перспективе мы также рассматриваем возможность запуска VPS-сервера, то есть чтобы наши клиенты уже в нашей компании могли получить данный VPS, то есть виртуальный сервер, куда они могут поставить своего советника и торговать на нем без перерыва, даже при выключенном компьютере. Поэтому здесь еще раз обращаю внимание на то, что алгоритмический трейдинг сейчас может выступать как альтернатива PAM счету на то, что у нас есть свои роботы, подгруженные в личный кабинет трейдера, который он может бесплатно скачать на быстрое исполнение и на возврат спреда клиенту. Это основные моменты, которыми можно максимизировать торговый оборот советников. Некоторые привел здесь скриншоты. Так выглядит раздел нашего сайта, где можно скачать советников и почитать о них. При наводе на эти таблички появляется краткое их описание. Это раздел лаборатории на нашем сайте. Мы периодически обновляем этот список. Здесь указан как раз скриншот партнерских выплат по возврату спреда. Он будет в конце вебинара в лучшем качестве. Но уже здесь можно увидеть, что здесь идет разбивка с каждого клиента. То есть с первого клиента партнер получил 477 долларов и установил по нему ставку 50%. То есть половину всего вознаграждения он ему отдавал. Но отдавал, видимо, не с самого начала торговли этого клиента, а через какое-то время. Поэтому он успел ему отдать 175 долларов. Эти деньги попадали сразу на счет клиента, и он на них продолжал торговлю. Ну и также по остальным клиентам. То есть партнер делится своим партнерским вознаграждением с клиентом, мотивируя его к торговле большими объемами. На сайте у нас сейчас появился виджет скорости исполнения сделок. Вы можете кликнуть на него и посмотреть динамику исполнения. То есть по этому скриншоту видно, что около 70% ордеров обрабатывается за менее чем за полсекунды. Это очень неплохой результат, даже в среднем по индустрии. На этом по алгоритмическим трейдерам закончим. Перейдем к следующей категории клиентов. Это самостоятельные трейдеры. То есть те клиенты, кто торгует самостоятельно, вручную, без использования роботов. Андрей задал вопрос. В рейтинге по управляющих есть счета, управляемые только вашими советниками. Знаете, здесь не подскажу вам, есть ли там трейдеры, работающие именно нашими советниками. То есть теми советниками, которые у нас загружены в личном кабинете. Но точно могу сказать, что там есть трейдеры, которые работают с советниками своими разработками, либо скачанными в интернете. У других разработчиков. Также, кстати, пока не ушли от темы, популярность набирают так называемые магазины торговых роботов. То есть там, где партнеры предлагают купить у них советника. За разные суммы доходят до 2000 долларов, начиная от 30 долларов. Это разные программы, доработанные, чужие, свои разработки. В принципе, хороший советник стоит больших денег, особенно если он запрограммирован именно под настройки, которые хочет сам клиент. Но это уже для более опытных трейдеров. А для начинающих трейдеров, для тех, кого вы хотите, например, привести спам счета на алгоритмический трейдинг, подойдут те роботы, которые выставлены у нас в личном кабинете. Опять же, просто после тестирования на центовом счете, конечно. По поводу альтернативы ПАМа, мы сейчас разрабатываем даже рейтинг наших советников. То есть нам не нужно будет торговать этими советниками в ПАМе, а просто будет рейтинг наших советников, которые у нас подгрожены в личном кабинете, их можно будет там отслеживать. Какие они показали результаты за последний месяц, за все время, за день, просадки и так далее. То есть это уже в работе, Андрей. Так что мы это направление сейчас очень сильно развиваем и не оставим без внимания. Так, продолжим. По самостоятельным трейдерам. Что им нравится в нашей компании и как можно их мотивировать, опять же, к торговле и к вашему дополнительному заработку от этого. Во-первых, что привлекает клиентов, сопоставительных трейдеров по маркетсу, это очень широкий выбор инструментов. Мы, начиная с декабря прошлого года, очень сильно развили набор торговых инструментов в нашей компании. Добавили рубль, РТС, добавили индексы развивающихся стран, таких как Чехия, Венгрия, Мексика, Бразилия и так далее. Добавили торговлю товарными инструментами, такими как хлопок, пшеница, кукуруза, медь, кофе и так далее. То есть в нашем терминале сейчас собраны инструменты не только Форекс, не только валютного рынка, а в целом очень большого пласта финансовых инструментов. Мы на этом не будем останавливаться. В перспективе мы еще добавим торговлю акциями американских компаний, крупнейших, но всему свое время. Итак, трейдер в нашей компании может торговать по вышеперечисленным инструментам и на очень хороших условиях, потому что немногие дают по данным CFD-контрактам такой кредитный плечок, который даем мы. Также, конечно, есть нефть и газ. По поводу котировки меди и сравнения ее с семьей, давайте оставим этот вопрос после семинара. Вы мне сможете написать. Я в нашем отделе дилинга уточню, чтобы просто вас не вводить сейчас в заблуждение. Итак, следующий пункт, который может привлечь самостоятельного трейдера в нашу компанию – это узкие спреды. То есть на типе счета NDD Pro спреды по евро-доллару колеблются в районе 0,3 пункта. Я не могу сказать, что это самый низкий, конечно, показатель по индустрии, но это очень конкурентоспособные спреды. Вы их также можете отслеживать в реальном времени. Я после этого слайда покажу скриншот с этим виджетом. На него можно ссылаться, опять же, при работе с клиентами. Про возврат спреда я уже сказал выше. Это очень важный фактор при мотивации вашего клиента к большим объемам торговли. Соответственно, вы будете больше зарабатывать. Торговый бонус на пополнение действует в нашей компании, как я также сказал, выше. Немаловажно, что торговля на бонусные средства также учитывается для расчета партнерского вознаграждения. То есть вы с тем же депозитом пополнения клиента, мы даем ему 20% сверху, и он может совершать сделки на 20% большим объемом, чем раньше, с сохранением тех же пропорций money management. Это очень важно, и вы получаете на 20% больше партнерского вознаграждения. Алиага спрашивает по поводу советника по Кайману. Знаете, мы его пока не добавили в общий список роботов, но вы можете его найти в личном кабинете в разделе сервисы. Там индикатор настроения Кайман. И там под графиком будет ссылка на торгового робота. Вы можете его скачать и протестировать. Также для самостоятельных трейдеров очень немаловажно является то, что у нас каждое утро публикуется краткая видеоаналитика от нашего специалиста Артема Деева, который зачастую появляется на медийных сайтах, таких как газета.ру, РБК. У него берут интервью для телевидения, РБК-ТВ, для радио. То есть это действительно медийная личность. У него очень интересный взгляд на рынок, он очень понятным языком ее в свой взгляд описывает, дает комментарии по рублю, по РТС, по нефти, евро-доллару, отвечает на вопросы слушателей. То есть ежедневно набирается около тысячи просмотров на канале YouTube, ежедневно обновляется этот видеообзор. Его можно подгружать через RSS-ленту, которая у вас находится в партнерском кабинете, и ввести на своем сайте данный поток. Он у вас будет автоматически там появляться. Либо вы можете просто ссылаться на наш канал на YouTube ежедневно, давая ссылку на него. Это работает неплохо для групп в социальных сетях, например. То есть данная аналитика, она в моменты, когда ничего не понятно на рынке для клиента, она дает свежий взгляд, картину на день, картину на более долгий период, на позиционный трейдинг и мотивирует клиентов к здравой и взвешенной торговле, соответственно, не к сливу депозита, а к торговле с рациональными рисками, с открытием новых позиций, что, опять же, максимизирует прибыль партнера, потому что с каждой сделкой он получает вознаграждение. Следующий пункт – это технический анализ от AutoChartist. Немногие, к сожалению, знают о том, что мы предлагаем этот сервис. Его можно, опять же, использовать в RSS-ленте, которую вы можете взять в личном кабинете в разделе «Инструменты». И также можно установить плагин в MT4. Я покажу скриншот далее, как он работает. Этот сервис AutoChartist – это международно признанный инструмент для прогнозирования рынка. Это автоматический технический анализ. То есть клиенту можно просто его поставить в терминал и видеть торговые сигналы ежедневно, на всех таймфреймах от 15-минутного до дневного. По статистике срабатывание этих сигналов около 70-80%. Это зависит от валютной пары и от таймфрейма, на котором вы его смотрите. В общем, только руководствуясь этим инструментом, можно совершать много прибыльных сделок. Конечно, нельзя забывать о риск-менеджменте, о выставлении стоп-лоссов и так далее. Но я вам рекомендую более подробно изучить этот инструмент для того, чтобы своим клиентам на своих сайтах, блогах, страницах, социальных сетях сделать инструкцию к нему, как его установить, как им пользоваться и так далее. Он у нас доступен всем клиентам, торгующим на реальном счете, с депозитом от 100 долларов, совершенно бесплатно. Его можно, как я и сказал, подключить по RSS-ленте, скачать в MetaTrader, либо смотреть на сайте этой системы AutoChartist. Следующий пункт – это собственная разработка нашей компании, индикатор Kaiman, индикатор настроений. Что он показывает? Он показывает количество открытых позиций в покупку либо в продажу того или иного инструмента. Казалось бы, ничего нового, но этот индикатор представлен в графическом виде. Его можно наложить на график и в личном кабинете, и в MT4, и посмотреть за разные таймфреймы, как менялись настроения. Мы посмотрим дальше на меня и слайд, как его использовать. Тоже было бы здорово, если бы вы сделали презентацию этого инструмента своим клиентам, сделали небольшой вводный курс, как им пользоваться, как находить точки входа, позиции, основываясь на этом инструменте и так далее. Я вам сейчас это покажу, а вы сможете попрактиковаться в этом самостоятельно уже после вебинара. И также недавно мы в личном кабинете сделали анализатор торговли для наших клиентов. То есть самостоятельные трейдеры там смогут увидеть свои показатели по доходности, по среднеприбыльной сделке, среднеубыточной сделке, количество сделок, их рискованность, то есть среднее кредитное плечо, математическое ожидание выигрыша, среднюю просадку, максимальную просадку. В общем, это сделано по аналогии с карточкой PAM счета. Но мы этот сервис еще дорабатываем, он будет более интересно выглядеть. Там добавится инфографика, добавятся данные по разным валютным парам. Но этот инструмент, он тоже как уникальное предложение для самостоятельных трейдеров, чтобы они работали именно с нами, приносили вам партнерские выплаты. Итак, как я и сказал, мы реализовали виджет, показывающий спреды на тип счета NDD Pro в реальном времени. На данном слайде приведен его скриншот. Ссылку на него вы можете получить с нашей главной страницы под виджетом с текущим спредом. Так выглядят ежедневные обзоры от нашего руководителя аналитического отдела Артема Деева. Как я сказал, очень простым языком все объясняется. Занимает 15-20 минут. Можно задавать вопросы под видеоокном, и Артем на них отвечает либо в текстовом, либо в течение следующего вебинара. Так выглядит, я даже приближу, технический анализ от AutoChartist, то, о чем я сказал выше. На данном слайде приведен пример евро-доллара. Я делал скриншот вчера. Это четырехчасовой график. То есть данный прогноз он сделал примерно на две недели, на одну-две недели. Он здесь построил сужающийся треугольник. Здесь было его пробитие. И по прогнозу данной системы евро-доллар пойдет в зону, подсвеченную серым цветом на терминале. То есть это то, что видят все самостоятельные трейдеры, установившие себе в платформу MetaTrader 4 плагин AutoChartist из личного кабинета, из раздела сервиса. То есть данный плагин показывает торговые сигналы и мотивирует клиента к торговле, чтобы он совершал сделки, приносил опять же доход своему партнеру, который его привлек. Здесь показан индикатор настроения Кайман. Так он выглядит в личном кабинете у нас. Сейчас я его тоже приближу. Мы рекомендуем его использовать следующим образом. Сверху вы можете видеть движение цены. Это евро-доллар, часовой график. Снизу вы видите показатель индикатора Каймана. Он здесь показывает в процентном соотношении то, какое количество от общего количества сделок стоит в покупку евро-доллара. Когда данное количество достигает менее 30%, это рассматривается как сигнал для покупки евро-доллара, потому что рынок никогда не идет в сторону большинства. Основываясь на этом, мы можем видеть, что когда индикатор уходит в зону менее 30%, на рынке наблюдается восходящая динамика. Я внизу обвел желтыми кружками те моменты, когда индикатор проседал вниз, показывая перепроданность данной валютной пары. И в это же время сама валютная пара показывала восходящее движение. То есть в сочетании с money management, с правильным кредитным плечом, с правильным стоп-лоссом, этот индикатор можно использовать ежедневно для извлечения прибыли из своей торговли. Андрей спрашивает про RSI. Знаете, по поводу принципа я в тонкостях данного индикатора RSI, я имею в виду, не знаком. Наслышан, что он тоже показывает зону перепроданности и перекупленности. Но здесь я могу сказать, что этот индикатор берет средств клиентов именно нашей компании. И если его сравнивать с похожими индикаторами других компаний, более крупных, они зачастую совпадают. Лично мне более удобно пользоваться этим индикатором. Конечно, у каждого трейдера свои предпочтения. Но данный индикатор, наверное, показывает хорошую картину рынка. И, что немаловажно, вот, например, перед выходом Non-Farm Payrolls, которые выходили в прошлую пятницу, индикатор показывал довольно сильную перепроданность евро-доллара. Вот как раз последний кружок. Это он ушел вниз, хотя никто не ждал, что Non-Farm выйдут почти в два раза хуже ожиданий. И, основываясь даже на этом, можно было открыть сделку в покупку и заработать более 100 пунктов на этом. То есть, вот здесь мы видим, что движение было, даже началось ниже 1.09 и достигло 1.10. То есть, это где-то 120-130 пунктов прибыли, предсказанных нашим индикатором Кайма. Я вам рекомендую, опять же, его открыть в личном кабинете. Он у вас доступен в личном кабинете клиента. Посмотрите его на разных таймфреймах, на разных валютных парах. Но я рекомендую использовать три основные валютные пары. Это евро-доллар, доллар-иена и австралийский доллар против доллара. Там он показывает наилучшие результаты. Посмотрите, как он работал. Посмотрите разные таймфреймы, как я и сказал. Расскажите об этом своим клиентам. Это будет вам интересно. У кого такого нет в личном кабинете. Более того, его можно поставить даже в MetaTrader 4 и использовать его там. То есть, под графиком цены. Он в реальном времени обновляется. Так сейчас выглядит анализатор торговли. Он показывает тут несколько закладок. Доходность, кредит на плечо и просадка. На данном графике виден график доходности. На этом графике уже показаны технические параметры торговли клиента. Здесь, как я и сказал, торговый период, средняя прибыльная сделка, средняя убыточная сделка. Даже считаются такие коэффициенты, как и рейшо, и коэффициент кальмара. Они высчитываются в основном из мат ожидания прибыли по торговле. То есть, чтобы клиент сам не занимался сложными расчетами, это уже приведено здесь. Просадка. Худший результат за день, лучший результат за день. Все это уже есть в личном кабинете у каждого клиента по каждому счету. Он может там смотреть, где он превысил свои риски. То есть, мы, например, рекомендуем использовать кредит на плечо не больше 1 к 15. Он может у себя на графике кредитного плеча отслеживать, где он переступил это правило. Это рекомендуется этого не делать. Поэтому самостоятельные трейдеры могут пользоваться данным анализатором в помощь своей торговой стратегии, чтобы не забываться и правила управления капиталом соблюдать. Это были продукты, которые помогут вам максимизировать торговые объемы от ваших клиентов, которые торгуют самостоятельно. А сейчас мы перейдем к третьей категории клиентов – это PAM-инвесторы. Те тренды, которые работают сейчас в данном направлении, не в самом простом. Вообще, по статистике, я работаю со многими клиентами, многими партнерами. Средний торговый оборот, например, с 1000 долларов на PAM-счете, он в полтора-два раза ниже, чем средний оборот по самостоятельному трейдингу либо алгоритмическому трейдингу. Поэтому, чтобы зарабатывать на PAM-сервис столько же, сколько на самостоятельный трейдинг, нужно привлекать депозиты в 2-3 раза больше, чем на самостоятельный трейдинг. Тогда у вас будут соразмерные показатели. Итак, как же максимизировать свою прибыль в данном направлении? Я вам рекомендую, во-первых, привлекать трейдеров в собственную стратегию. Если вы торгуете, если вы разработали своего советника, либо торгуете самостоятельно, будет правильно именно рекламировать себя, свои результаты, свою торговлю делать, общаться со своими инвесторами, что не очень маловажно. Так, например, работают наши успешные партнеры, такие как Михаил Арсланов, например, либо вебмастер Максим, другие участники нашего PAM-сервиса. То есть они нагоняют инвесторов именно себе, получают с них партнерское вознаграждение, получают комиссионные за прибыльные сделки ежемесячно. То есть это очень прибыльная система. Она приносит тысячи долларов ежемесячно нашим партнерам. Второе направление, если вы, например, хотите привлекать в стратегии других людей, если вы сами не торгуете, то это конструктор портфелей. То есть можно с помощью нашего инструмента, с помощью конструктора портфелей составить свой инвестиционный инструмент, распределить риски между управляющими и ввести клиентов туда. Я покажу после этого слайда несколько скриншотов. Сейчас очень большой популярностью, особенно среди инвесторов, это такая публика, которая не хочет ни в чем сама разбираться, очень популярны различного рода инструкции, как пользоваться тем или иным инструментом. Так вот, я вам рекомендую сделать небольшую инструкцию по этому конструктору, как им пользоваться. Он очень простой, там очень дружелюбный интерфейс. В реальном времени все обновляется, графики строятся, я вам покажу, как я и сказал. И сделать небольшую статью по этому поводу, посоветовать каких-то управляющих и добавить туда PAM-виджеты. PAM-виджеты я скажу тоже отдельно. Также новым веянием в сфере PAM-инвестирования сейчас стал агрегатором PAM-счетов. Очень интересный сайт есть, InvestFlow. Посмотрите его, это наш хороший партнер. Он там сравнивает PAM-счета нескольких площадок, в реальном времени ведет статистику, можно посмотреть лучших управляющих за неделю, за месяц, все время. Различные конкурсы проводит, составляет свои портфели из нескольких управляющих, из разных компаний. В общем, это сейчас набирает популярность, это на самом деле требует хорошего знания программинга, либо в целом его понимания, чтобы по API забирать данные с сайта, с личного кабинета, выгружать их на свой сайт, приводить к одному виду от разных брокеров и сделать интересный интерфейс, чтобы посетителям было понятно. Но это оправдывает на самом деле свои затраты, наш партнер, который занимается, например, агрегатором PAM-счетов от разных компаний, он победил у нас в конкурсе, который мы проводили в декабре и январе, и получал два месяца повышенную партнерскую ставку в 80% от спреда. Заработал очень неплохо, потому что нагнал довольно много новых клиентов на этом инструменте. Поэтому я вам рекомендую, если у вас есть хорошие знания в программировании, либо знакомые, которые вам могут помочь, взять это на вооружение и сравнивать PAM-счета разных площадок на своем сайте. PAM-виджеты. Это очень хороший инструмент для того, чтобы в реальном времени показывать статистику PAM-счетов в упрощенном виде. Я рекомендую эти PAM-виджеты использовать в инструкции по использованию конструктора PAM-счетов. Вы можете сразу написать конструкцию, как им пользоваться, посоветовать каких-то определенных трейдеров, благо у нас их уже немало, из зарабатывающих, и в личном кабинете взять виджеты этих стратегий и добавить в свою статью. То есть ваш читатель, когда он будет смотреть ваш материал, будет сразу видеть, в каком состоянии сейчас находятся те стратегии, которые вы рекомендуете. Там данные по балансу, по доходности, по просадке и упрощенный график. Да, в партнерском кабинете, Андрей, их можно взять. Григорий спрашивал, точнее, где их можно взять. Это раздел инструменты в партнерском кабинете, там есть PAM-виджеты. Вы можете выбрать размер, цветовую гамму и стратегию, по которой вы хотите отображать, и он вам сразу выдаст ссылку на него. Пожалуйста. Здесь представлен скриншот конструктора портфелей. К сожалению, качество, конечно, не позволяет передать всю страницу хорошему качеству, но тем не менее. Слева в этом окне представлены все стратегии нашего PAM-рейтинга. Можно найти интересующие вас стратегии по названию, либо отсортировать их по периоду торговли, балансу, просадке, прибыльности и так далее. Да, я увеличу еще, Григорий, но качество это не прибавляет. Вот так вот более-менее видно. Итак, слева мы видим управляющих, тут мы видим кнопочки плюс. Тех управляющих, которые нам симпатизируют, мы можем добавить в свой портфель, нажав плюс. Я здесь, например, добавил пятерых управляющих в свой портфель тестовый, который создавал перед этим вебинаром. И можно распределить риски между ними. То есть в поле доля необходимо поставить значение на каждого управляющего, то, какую часть депозита мы отдаем каждому из них в процентах. Нужно, чтобы распределено было в итоге 100% ровно. Можно автоматически распределить доли. Здесь есть кнопка распределить пропорционально, чтобы просто каждый управляющий получил равную долю вашего депозита. А можно распределить обратно риску. То есть тот управляющий, который использовал максимально кредитное плечо, например, и максимальную просадку допускал, он получит меньше всего ваших средств. А тот, который работал консервативно, разумно, он получит большую часть ваших средств инвестированных. Внизу вы сразу видите график. Это график всех стратегий, которые вы добавили, и усредненный график вашего портфеля. При наведении вы видите, каким цветом выделяется какая стратегия, и каким цветом выделяется ваш портфель собранный. Также можно сразу посмотреть просадку и кредитное плечо. То есть вот этот вот график, он строится, исходя из того, каких управляющих вы добавили выше, и какую долю вы каждому дали. Он в реальном времени у вас обновляется. Этот индикатор. Это первая страница вашего конструктора портфеля в нашем личном кабинете, в личном кабинете клиента. После этого вы нажимаете «Сохранить портфель», вот эта оранжевая кнопка. Переходите на следующую страницу. И здесь уже вы видите то, конкретно каких управляющих вы добавили с их минимизированным графиком доходности, а внизу видите уже доходность именно вашего портфеля, какой бы она была, если бы вы начали в него инвестировать раньше. Вы можете щелкать здесь, выбирать поле «Просадка» либо «Кредитное плечо» и видеть показатели риска вашего портфеля. То есть, если «Кредитное плечо» например, больше 1 к 20, это довольно рисковый портфель. Тогда надо лучше вернуться назад, тут будет такая кнопка, и распределить риски по-другому, чтобы «Кредитное плечо» было пониже. Либо, если вы наоборот хотите рискнуть, у вас есть определенный рисковый капитал, то вы можете смотреть только за доходностью и распределять риски между управляющими так, чтобы максимизировать свою прибыль. В общем, настройки здесь очень гибкие. Минимальный депозит для этого инструмента ограничен только минимальным депозитом и ограничением самого управляющего. То есть, у нас это минимум 100 долларов можно инвестировать в управляющего. Например, каждый из этих управляющих выставил минимальный депозит в 100 долларов для инвестирования в свою стратегию. Если мы каждому из них отвели равную долю в нашем PAM-портфеле, то в этот портфель можно инвестировать сумму от 500 долларов, потому что у нас 5 управляющих. После этого ваш портфель появится у вас в личном кабинете в разделе «Инвестиции», и вы сможете отслеживать по нему показатели. Соответственно, с каждой сделки, которую инвестор провел в данном портфеле, вы получаете часть от спреда. Так же, как и самостоятельная торговля. Таким образом, как на этом экране, выглядят PAM-виджеты, которые можно взять в личном кабинете партнера. Как я и сказал, это упрощенная информация по стратегиям. Я здесь выбрал три довольно интересных стратегии из нашего рейтинга. Forex+, Stability и Force Index. У них довольно большой период торговли, неплохая сумма в управлении, ну и доходность с просадкой тоже очень привлекательна, так скажем. Эти виджеты есть в такой цветовой гамме или в темной цветовой гамме, в черной. И есть такого размера, есть чуть большего размера. То есть вы можете на свой сайт ее поместить. Опять же, рекомендую ее помещать именно в инструкцию с PAM-конструктором. Вопрос про просадку. Выберется ли стабилити из просадки? Я думаю, выберется. Сейчас такой рынок довольно волатильный. Этот управляющий с нами работает уже довольно давно. Он интересно торгует. на данном слайде я хотел бы затронуть тему PAM-бонуса. Это дополнительный заработок для партнера от сотрудничества с конкретными управляющими в нашем PAM. То есть помимо вознаграждения торгового оборота с ваших PAM-инвесторов, вы можете получать часть от комиссии управляющего, которую он получил с ваших рефералов, так скажем. То есть это то, как можно максимизировать опять же свою прибыль от инвесторов. Здесь я привел уже статистику того, сколько один из наших партнеров получил вознаграждение именно по PAM-бонусу. Вы видите, что у него заключены соглашения с несколькими управляющими. По 50% они отдают от своей комиссии с тех инвесторов, которых им привлек этот партнер. Я могу сказать, что можно с управляющими договариваться. По умолчанию стоит ставка 10%, но вы можете связаться с управляющим, чтобы он вам, как партнеру, эту ставку поднял. А как подключиться к этому управляющему? Я вам покажу на следующем слайде. Итак, например, видим, что за отчетный период партнер привлек в стратегию SHARC 9800 долларов. Снято было, видимо, еще раньше он привлекал в нее около 11000 долларов. Комиссия управляющего за месяц составила 268 долларов, то есть управляющий закрыл месяц в прибыли и получил комиссию. И с этой комиссией он отдал 50% тому партнеру, который привлек ему инвесторов. Если слагать все эти показатели, за отчетный период партнер, как дополнительный заработок, получил около 300 долларов. То есть просто от того, что он заключил дополнительное соглашение с управляющими и привлекал инвесторов целенаправленно к ним. То есть как он это делал, это уже отдельный вопрос. Либо он их дополнительно отмечал на своем сайте, либо делал рассылки, либо опять же пам-виджеты ставил, либо в социальных сетях. Ну, это уже отдельная тема. Но мы видим, что данный инструмент помогает дополнительно зарабатывать нашим партнерам. Итак, как же подключиться к нашему управляющему? В пам-рейтинге вы видите карточки стратегии. Вы можете на нее кликнуть, пролистать вниз, и там будет такое окно, как пам-партнеру. Здесь показана информация по среднему торговому обороту с одной тысячи привлеченной, то есть с того, какой торговый объем генерируется с каждой тысячи долларов инвесторов. Вы можете видеть, сколько уже партнеров работает с этим управляющим по системе пам-бонус и какой процент тот комиссию управляющего он готов вам отдавать. Распределение происходит раз в месяц, то есть раз в 30 дней, и вы в личном кабинете партнера видите в разделе вознаграждения, там есть закладка пам-бонус, вы видите то, с какими управляющими вы работаете, какую ставку они вам назначили, и сколько вы уже по ним заработали. То есть как дополнительная прибыль это очень неплохой инструмент, но, к сожалению, очень немногие им пользуются, может быть, не очень многие о нем знают, поэтому для вас это опять же дополнительный сигнал, чтобы им пользоваться, потому что там все автоматизировано, и рынок сейчас волатильный, многие управляющие закрывают месяца в хорошие плюсы, получают неплохие комиссионные, и они с вами будут делиться. Здесь вариант безпроигрышный, тем более, что это идет в добавок к вознаграждению, которое вы получаете за объем. здесь я привел скриншот агрегаторов пам-счетов, то, что я вам говорил, один из наших партнеров сделал подобный сайт, здесь он сравнивает счета наших компаний с пам-счетами других компаний, то есть у посетителей сразу складывается картина, какие пам-счета сейчас приносят лучшую доходность, куда стоит инвестировать. Этот продукт довольно уникальный, поэтому он сейчас будет в тренде. Если последний год-два были в тренде блоги частного инвестора, там, где есть еженедельные отчеты, например, о прибыли, то сейчас, я думаю, будут в основном продвигаться подобные площадки по пам-агрегатору. Так, подошли к последней категории клиентов с точки зрения прибыльности для партнера сиюминутной, так скажем. Но данная категория клиентов очень интересна на будущее, потому что если клиент начал работать с одной компанией, она его устраивает, то лояльность этого клиента к брокерской компании будет максимальной, и он вряд ли куда-то перейдет, потому что он здесь начал, здесь получил первые уроки, первую прибыль, вот вывод проверил, в нашей компании славится хорошая репутация, от нас новые трейдеры редко уходят к другим брокерам. Поэтому как работать с сегментом начинающих трейдеров? Тем более, кстати, фаза роста не прекратилась, то есть в России очень небольшое количество трейдеров, на самом деле на рынке форекс, это около 300-400 тысяч человек, а если взять статистику, то где-то один процент населения России живет, ну, находится в классе богатых людей, так скажем, а это примерно полтора миллиона людей, то есть а на форекс сейчас торгуют всего 300-400 тысяч, это не значит, что все они богачи, то есть рынку форекс есть еще куда расти, есть еще очень много крупных клиентов для этой отрасли, поэтому вопрос обучения трейдингу, он краеугольный в данном направлении, нужно это уметь делать и на будущее это очень хороший задел для заработка, и так как привлекать, как работать с новичками, во-первых, у нас на сайте есть раздел обучения, где приведены несколько видеоуроков от наших специалистов, там я вам приведу скриншот по тем темам, которые там есть, это фундаментальный анализ, технический анализ и так далее, то есть их можно просмотреть, они занимают разное количество времени, но дают уже первый полноценный взгляд на рынок для начинающих. Второй немаловажный пункт, когда клиент уже начал торговать на демо-счете, совершил какие-то сделки, выучил платформу, получил первую виртуальную прибыль или убыток, его можно попробовать перевести на торговлю реальными деньгами следующим образом, во-первых, у нас есть акция возмещения убытков, то есть при пополнении своего реального счета на определенную сумму, пусть там на 1000 долларов, у клиента есть запас в 25%, то есть что это такое, он может, например, закрыть убыток на 250 долларов и в личном кабинете нажать кнопку возместить ему убыток, вот эти 250 долларов 20% от депозита придут ему на счет в виде торгового бонуса, то есть он сможет на эти средства опять вести торговлю, у него опять будет 1000 долларов на счете, ну вывести он, к сожалению, конечно не сможет эти 25%, но они будут участвовать в торговле и в просадке, то есть это, так скажем, отложенный бонус на депозит, но это очень, так скажем, помогает новичкам сделать первый шаг в торговле, то есть они видят, что четверть их убытков может быть возмещена в виде бонуса, это неплохой инструмент опять же для партнеров, для конвертации своих демо-счетов в реальные счета. У нас на эту тему, кстати, есть лендинг-пейдж, я желающим могу после вебинара его отправить, так что обращайтесь, будет здорово, если у вас получится конвертировать своих демо-клиентов в реальный. Также очень немаловажный пункт это центовые счета, там, где 1 доллар выглядит как 100 долларов, потому что торговля ведется на центы, то есть это, опять же, промежуточный шаг между демо-счетом и реальным счетом. Риски там в 100 раз меньше, но торговля уже идет на реальные деньги, поэтому эмоции все настоящие, уже рисковать становится сложнее, уже эмоции, уже адреналин, жадность, страх и так далее, но зато риски в 100 раз меньше, то есть это при правильном преподношении, так скажем, это очень хороший инструмент, опять же, для конвертации из демо-счетов в реальные счета, особенно с учетом того, что 25% мы замещаем. Вебинары, ну, здесь это нельзя недооценить, вебинары, живое общение с новичками, разбор их ошибок, намечение каких-то целей на неделю, на месяц, это всегда только мотивирует клиентов к торговле, не знаю, проводите какие-то конкурсы, делайте лучшего трейдера в месяц, кто, например, не получил, не тот, кто получил максимальную прибыль, а тот, кто не превысил, например, отведенного кредитного плеча для торговли, не больше 1 к 20 использовал и так далее, для этого вы можете, опять же, использовать анализатор торговли в личном кабинете, тому вы даете, например, там приз, больший процент по возврату спреда через личный кабинет, то есть тем для конкурса можно придумать много, опять же, вебинары этому помогают. Рассылка торговых сигналов, как я сказал, то есть если вы опытный трейдер или вы смотрите, например, хотя бы аналитику Артема Деева, вы ежедневно можете выписывать себе торговые идеи, которые вы можете транслировать своим клиентам, новичкам, помогать им ориентироваться в рынке, делать рассылку через почту либо через скайп, опять же, вы используете авточартист, который показывает ежедневные сигналы торговые, если, например, использовать 15-минутный график, он будет очень часто вам показывать какие-то торговые идеи, т.е. нужно помогать, мотивировать своих новых клиентов к торговле, пусть небольшими объемами, но в начальном этапе им нужно просто научиться, а дальше они уже выберут свою торговую стратегию, будут ей руководствоваться, торговать, приносить вам прибыль. И последним пунктом я отмечу бинарные опционы, то есть при начале работы на Форексе легче клиенту понять трейдинг через бинарные опционы, там, где он может просто поставить, где будет цена евро-доллар через минуту, например, выше, либо ниже текущей, и получить за это фиксированную прибыль. Например, у нас по евро-доллару за минутный бинарный опцион мы даем 70% от ставки. Минимальная ставка у нас 1 доллар, так что клиент может просто пополнить свой счет на 5 долларов и посовершать сделки, там, увидеть, как двигается рынок, как можно получить с этого прибыль, либо наоборот потерять, где лучше открывать сделки, где нет. Таймфреймы там разные, можно дневной бинарный опцион открыть. Я вам покажу платформу нашу через несколько слайдов, вы можете посмотреть. Александр спрашивает, кто хуже всех отторговался, может эти случаи тоже рассмотреть, ошибки показать, например, как я сделал, как не надо делать. Можно это делать, конечно, но лучше анонимно, чтобы новичок не чувствовал себя каким-то изгоем, так скажем, что у него ничего не получилось, и он плюнет на это дело. Лучше рассматривать, конечно, самые распространенные ошибки, говорить, что в этом ничего не страшного, все через это проходили, и чтобы быть успешным, надо соблюдать, например, три основных правила, это всегда ставить стоп-лосс, всегда ставить трейк-тейк-профит в три раза больше, чем стоп-лосс, и использовать кередитное плечо не больше 1 к 10, например. Если они хотя бы эти три правила будут соблюдать, то, поверьте мне, процентов 60 из них закроют месяц в прибыли, пусть небольшую, там 5%, но они заработают, а если они заработают, они вам поверят и будут уже торговать на большие депозиты, больше, больше лоты, соответственно, вам будет больше прибыли, и конфликта интересов не возникает. Так выглядит раздел видеоуроков в нашем разделе обучения, то есть вы, как видите, слева можно смотреть урок, справа можно переключаться между уроками. То есть давайте ссылки на этот раздел, тут есть материалы, что такое рынок, как его анализировать, как математику считать. Я помню, свои первые шаги были очень страшны, когда вообще я метод трейдер 4 открыл, а здесь все понятным языком описывается, смотри, когда удобно и тренируйся на демо-счете. Здесь скриншот одного из моих партнеров, который проводил вебинар по своей торговой стратегии, довольно крупный партнер наш, собрал он порядка 160 человек на своем вебинаре, проводил его бесплатно, вот буквально недавно. В принципе, ничего сложного, ничего загадочного не говорил, просто представлял свою стратегию, свои индикаторы, конечно же, рекламировал свое обучение своей компании, говорил правильные вещи по точкам входа, точкам выхода, строил линии Фибоначчи, ну, в общем, говорил не самые сложные вещи, но объяснял их простым языком, и даже сложные вещи объяснял простым языком. Было много вопросов, было живое общение, после окончания вебинара, еще 15 минут, он отвечал на вопросы, после этого он мне сказал, что там 3-4, даже, по-моему, 8 человек к нему записалось на обучение, из новичков. Новички, это, как я и сказал, на будущее задел очень хороший, очень правильный статист, ну, очень правильная стратегия работать по вебинарам с новичками. Так выглядит платформа бинарных опционов, то есть, здесь в миниатюре, это вся платформа, в миниатюре представлен график, можно выбрать таймфрейм, инструмент для торговли, как вы видите, это и форекс, металлы, биткоины, рубль, индексы различные, которые у нас представлены, можно торговать в один клик, просто поставите галочку, выберите ставку, нажимаете выше, ниже, то есть, если через минуту цена будет выше, чем вы открыли бинарный опцион, вам со 100 долларов будет выплата плюс 70 долларов, то есть, вернется вам на кошелек 170 долларов, если же цена будет ниже, то вернется только 5 долларов, поэтому за рисками надо следить, пусть новички начинают с ставки в 1 доллар, в 5 долларов, просто почувствуют, так скажем, движение рынка, и, ну, я бы не рекомендовал, наверное, на бинарных опционах уже торговать с большими ставками, потому что все-таки это довольно рисковый инструмент, и даже движение в один пункт хватит, чтобы потерять 95% депозита, но также движение в один пункт в вашу сторону хватит, чтобы заработать 70% депозита, поэтому лучше использовать данную платформу для начала своего пути. на данном слайде представлены мои контакты, я вижу, что многие посетители нашего вебинара уже знают их, и мы с ними общаемся, в общем, у вас в личном кабинете партнеры есть контактные данные вашего менеджера, я покажу вам примеры заработка за последний месяц. Итак, первый пример, то есть с 1 по 31 марта человек в основном, как вы видите, привлекал людей на самостоятельную торговлю, то есть вы видите, что у них есть только счета самостоятельной торговли, это тип счета классик, кстати, где спред фиксированный и по евро-доллару составляет два пункта, ну и, конечно же, был человек с спам-счетом, то есть за месяц были, как вы видите, пополнения и снятия, пополнения по 5, тысяч долларов на тысячу, снятие тысячи, кто-то вообще ничего не делал со своим депозитом, только торговал, в общем, в итоге ему наторговали 186 слотов и он получил вознаграждение около 2400 долларов, то есть за месяц это неплохой результат, согласитесь, заработок вполне ощутимый. Здесь пример заработка по бинарным опционам. Вы видите, что в закладочке есть Forex, FD металлы, бинарные опционы и PAM бонус. По бинарным опционам человек заработал за март 3600 долларов. По бинарным опционам партнерское вознаграждение платится по проценту от ставки, то есть если бинарный опцион ваш клиент открыл на 1000 долларов, вы получите 10 долларов, то есть 1% от ставки, независимо от того, прибыльный этот бинарный опцион получился или убыточный. То есть вы видите, что за месяц клиенты этого партнера совершили довольно большой объем торговли на бинарных опционах и наш партнер получил довольно неплохое партнерское вознаграждение только по бинарным опционам. Плюс к тому, что он получил по Forex, CFD металлам и по PAM бонусу, если он с кем-то сотрудничал. То есть 3600 долларов за месяц сейчас согласитесь это не лишние деньги. Другой наш партнер, который с 1 по 31 марта получил 4000 долларов в партнерское вознаграждение. Обратите внимание, что у него был крупный клиент, но торговал он на тип счета NDD Pro, там где спред маленький и соответственно партнерская выплата тоже небольшая. И этот клиент ему с балансом в 75 тысяч долларов сгенерировал 500 долларов партнерского вознаграждения. То есть он совершил там сделок столько же, сколько и первый его клиент на тип счета Classic, но первый клиент заработал этому партнеру в 4 раза больше, потому что спред на Classic шире. Поэтому вам, как партнерам, конечно, более выгодно привлекать клиентов на тип счета Classic и Direct. Конечно, вы не забывайте еще про тип счета NDD Pro, туда лучше вести профессионалов рынка, которые вам будут долго работать, генерировать прибыль. Новичков же я бы ввел на тип счета Classic, скорее всего, потому что там фиксированный спред, 4 знака после точки, он наиболее понятен и вам приносит больше прибыли. То есть этот партнер за один месяц получил 4 тысячи долларов партнерского вознаграждения. Согласитесь, очень неплохо. Тем более, как вы видите, он преодолел планку в 300 лотов за март, и в апреле он уже будет получать 50% от спреда, а не 40%, как получал в первом месяце. Очень плохой пример. Ну и здесь скриншот из PAM-бонуса, который мы разбирали в течение вебинара, там, где партнер получает процент от комиссии управляющего. Как вы видите, он заработал дополнительно к партнерскому вознаграждению от объема его клиентов, получил дополнительно еще 300 долларов. То есть лишними они точно не будут, а если его клиенты еще торговали через бинарный опцион, он еще и там заработал. То есть зарабатывать в нашей компании можно, и вот примеры заработка наших. Я не скажу, что это самые крупные партнеры, просто люди с ощутимыми суммами заработка за месяц. Уважаемые посетители, в принципе, у меня все, я готов рассмотреть ваши вопросы, задавайте, давайте не стесняйтесь, какие у вас вопросы возникли по поводу работы с разными категориями ваших клиентов. Буду готов, буду рад на них ответить. Вопрос. по поводу промо-акций для привлечения инвесторов из компаний, которые терпят сейчас непростые времена, так скажем. На самом деле лучшей промо-акцией нашего ПАМ-счета является показатель наших трейдеров, которые там проводятся, которые там показывают свою торговлю. Наша компания она просто взяла за основу то, что на ПАМ-счета мы не даем никаких промо-акций. То есть промо-акции у нас существуют только для самостоятельных трейдеров, на алгоритмической торговле, либо на самостоятельной. Для инвестирования в ПАМ-сервис у нас работает конструктор, у нас работают хорошие управляющие и люди туда идут именно на это. Так что каких-то дополнительных промо-акций мы делать в данный момент не планируем. Может быть у нас будут какие-то маркетинговые рекламные кампании направленные на определенный сегмент клиентов. Вполне возможно, что это так будет, но каких-то бонусов мы давать не планируем. Я вам хотел обратить внимание на то, что мы добавили новых алгоритмических трейдеров, это наши партнеры, в наш пам-рейтинг, это сайты алго-юниты, алго-монстр. У них есть стратегии в нашем рейтинге, можно их опять же делать по ним обзоры, они показывают интересную статистику, я действительно профессионал своего дела. с Александром тоже нельзя не согласиться, действительно многие люди к сожалению потратили свои деньги в этих брокерах, но надеюсь, что конечно ситуация исправится и деньги свои клиенты получатся, в принципе они ни в чем не виноваты, почему не должны страдать. Готов отвечать на последующие вопросы? Рекомендуем инвестфлоу, реферальные идентификаторы запрещаются за клиентом. Не очень понял на самом деле вопрос, потому что в принципе сам сайт этого сервиса инвестфлоу это наш партнер, у которого есть собственный промо-код, то есть реферальные идентификаторы, как вы сказали, и он сам привлекает свою партнерскую сеть клиентов. Поэтому может быть я не понял вопрос вашего, прошу продублировать в таком случае. Кстати говоря, отвечая на предыдущий вопрос по поводу привлечения инвесторов из этих брокеров нашумевших, у нас сейчас многие управляющие перешли из этих брокеров, многие партнеры стали с нами сотрудничать, от этих брокеров перешли, так что посмотрите интернет, посмотрите сайты предыдущих партнеров, этих брокеров, некоторые открыли уже счета у нас и привлекают к себе инвестиции, как я говорил в разделе по категорию PAM-инвесторов, эти партнеры сейчас просто открыли у нас свои счета и начали привлекать туда целенаправленно свои стратегии. Сергей уже в курсе например этой ситуации, этот партнер не единственный, который таким образом зарабатывает с нашей компанией сейчас. хорошо, я так понимаю, что вопросов остальных нет, надеюсь, что да, вот еще вопрос, спасибо, Александру, за лестный отзыв, рад, что вебинары наши вам полезны, будем развивать направление, надеюсь, что вам эта информация позволит максимизировать свою прибыль, диверсифицировать ее и получать стабильный доход в долларах сейчас, это очень немаловажно, желаю вам всем успехов и до встречи на следующих вебинарах, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...